привет друзья сегодня я расскажу о случае из практики в одном из способов борьбы с застойным процессом и с ночными непроизвольными семи извержений только предупреждаю я думаю сами поймете что применять вам своей жизни ни в коем случае я не совет так начинаем это было в середине 90-х когда я заведовал урологическим отделением в больнице скорой помощь привозят парня лет 20 состоянии тяжелого геморрагического шока с давлением 50 на 0 с объяснением сам себе отрезал левая мошонки слева аккуратный разрез ушиб и через край объявлены таким швом обычной швейной ниткой мошонка раздутых как футбольный мяч гематома распространяется вверх до левой поясничной области практически к яичку подходит семенной канатик я расскажу кратко об анатомии составе которого расположены сосуды питающие яичко семеносащий проток нервные стволы и мышца поднимающая яичко этот мускулиск рима стер тестис подтягивая яичко вверх к паховому каналу и существует так называемый крема странный рефлекс который прячет яичко при холодовых болевых раздражителя вот и при отсечении яичка семенной канатик резко сокращается вверх эта мышца утягивает его и в том числе артерию в паховый канал и кровь изливается не только в мошонку но идет по клетчаточным пространством жировым вверх туда вот к почке и выше до самой диафрагмы по сути дела там безграничное пространство для пропитывания крови парня значит срочно привезли в операционную вот в этой каши из клетчатки и пропитанной кровью с трудом нашли остаток семенного канатика артерию прошили перевязали остановили кровотечение налили паренька донорской крови плазмозаменителей в общем восстановили жизненные функции и в отделении интенсивной терапии он проходил первые два дня лечения после того как все у него стабилизировалось перевели его в отделение на восьмой этаж и теперь самое интересное об обстоятельствах происшедшего когда он был подростком в 13 14 лет у него начались ночные теме извержений это привело его сильное замешательство и внедрила мысль что он нездоров что то у него не так и по мере взросления он понял что это серьезное препятствие к близкому знакомству с девушками у него явный избыток спермы как дальше с этим жить жить вот у него появляется мысль отрезать себе одно яичко чтобы уменьшить количество спермы он посчитал что это поможет прекратить полюции нормализует количество ну и дальше будет у него прекрасная жизнь он долго вынашивала обдумывал эту мысль и вот наконец купил в аптеке на вокаин шприц помылся в ванной операцию выполнял именно в ванной комнате сделал местную анестезию кожи лезвием безопасные бритвы рассек левую половину вошонки добрался до яичка подтянул его и отсек вот вот хирург самоучка не учел тот момент что семенной канате нужно перевязывать был а он у него ускочил конечно вверх туда и после этого он ушил кожу обмену обычной швейной нитью чудесном настроении дождался пока у него мухи перед глазами не полетели естественно кровотечение продолжается ему стало все плохо 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 он слабел и слабел и в конечном итоге вызвал скорую помощь так его и привезли ну было понятно что человек психически нездоров и я вызвал на консультацию психиатра опасаясь что этот гений урологии возьмет и сиганет у меня там с восьмого этажа но я знает какие там у него мысли в его светлой голове вот может требует изоляции каких-то других лечений с позиции психиатрии психиатр подтвердил что он шизофреник никаких суицидальных мыслей сейчас у него нет наоборот он счастлив и теперь он достиг своей мечты находится в полном состоянии душевной гармонии и теперь он нормализовал количество спермы может познакомиться с девушкой вот так люди борются с застойным процессом за социальную адаптацию и создание семьи это конечно шутка вы говорите о вреде воздержания и мастурбации природа полна неожиданностей и разнообразий главный вывод когда вас посетит какая-нибудь гениальная мысль по поводу мужского здоровья не спешите действовать подумайте посоветуйтесь с хорошим специалистом конечно это в случае не пример для подражания человек психически нездоровый насколько важно в подростковом периоде правильное отношение к происходящим изменениям от этого зависит правильное формирование личности ставьте лайки рекомендуйте этот канал если он для вас кажется интересным своим знакомым друзьям ребятам подросткам чтобы быть в курсе интересной жизни мужчины всем здоровья и счастья до встречи а